Если ты знаешь нового человека, новый контакт, новое заинтересованное лицо, теоретически у тебя две возможности. Ты спiegай все, начинаешь объяснять, часы идут за часами, и в конце тебе придется вопрос, что я должен спросить мужа или мужа, и потом проходит это время, и человек отвечает, надо поговорить с женой, надо с мужем обсудить все это. Фах-идиот мах кунде тот. Интересно, как ты говоришь? Александр, фах-идиот мах кунде тот. Умные люди убивают клиентов. Очень много горе от бумаги. Другими словами горе от бумаги. Окей. Когда ты понимаешь, когда ты понимаешь, что бизнес будет работать очень хорошо, если ты научишься продвигать, продавать свою верхнюю линию, своего бриллианта, ставишься, стоишь. Ты зарплывай все время, чтобы перейти с их разожжать, если они могут пойти домой, если могут работать с тобой. Таким образом вытаскиваешь очень много времени, и не будешь объяснять людям часами, и потом он еще будет у соседа спрашивать, вы пойдете, он пойдет с тобой или нет? Потому что у всех у нас есть друзья и родственники, которые лучше всех нас знают, но у них никогда нет денег. Но если ты им расскажешь историю, будь это мужчина или женщина, какого-то человека, который стал бриллиантом, то продашь историю, промываешь человеку, и можешь сказать, что для всех твоих вопросов и ответов тебе нужно найти мой диамант. Вопросы ты будешь отвечать, давать один ответ, ты должен познакомиться с моим бриллиантом. Таким образом, работа будет делать твой бриллиант. И когда одна persona incонтра твой диамант в митинге, где есть другие люди, это тоже вважно для группы. А когда твой человек увидит этого бриллианта на встрече, где он увидит еще и других людей, то работает еще эффект группы. И если ты один встречаешься с десятью разными людьми, потому что ты слишком умный, и один, который приведет на встречу с бриллиантом, то вполне возможно, что тот, кто продает свой вышестоящего спонсора, его людям будет очень легко дублицировать это дело. Кто из вас получает множество вопросов от ниже стоящих людей? Понимаете, это проблема в интернет-маркетинге, что у нас окружают простые люди, которые полны вопросов, даже смешных каких-то глупых вопросов. Это нормально. Это нормально. Но когда вы продвигаете события, или события онлайн, или встреча с бриллиантом, это где-то, кто-то, много раз объясняет. И вы избегаете что-то объяснять или даже оправдываться. Энергия того события, которое будет сегодня, зависит от вас, от того, как вы войдете в зал. И новые пришедшие, приглашенные, они почувствуют позитивно вы настроены, вы знаете, что для каждого человека у вас есть ключ для того, чтобы он улучшил свое будущее. Мы, на самом деле, так и начинали, мы всегда делали промоция между братьями, один брат на другого. Или на Холтона Бакс. Даже потом, так было интересно, рассказываешь историю человека, который достиг успеха, и происходит в голове того, кто тебя слушает. Они забывают о негативном вопросе. Но, когда ты вступаешь в дискуссию, которая идет в негативном направлении, твоя энергия тоже падает, и ты больше не доволен органоголом. Поэтому рассказывайте об историях людей, которые это сделали, и люди будут чувствовать эти истории, и весь негатив из них будет уходить. Моя задача, моя работа в органоголе сегодня, это рассказывать свою историю. Я познакомился с сетевиком, который был миллиардером, и с другой компанией, основателем компании, и он сказал одну фразу, которую я никогда не забуду. Ну, дико в интервиско. Вы все высокооплачиваемые рассказчики истории. 80%, 70%, а в начале вы начинаете, то, что делаете в начале считается само вдохновение. Плюс и иду в пиано маркетинг, руби, эмеральт, и, конечно, дайамонт, и чем больше вы повышаете свою квалификацию, рубин, эмеральт, и замрут, и затем, конечно, бриллиант. Тогда начинают иметь значение детали. Но в начале всегда человек покупает тебя, а не продукт или компания. Например, вот Махмуд, когда мы с ним только познакомились, я уже видел как он ходит, как двигается, я видел, что это человек, который не спит, он идёт и не останавливается. Может быть, я слишком просто как-то объясняю своё видение. Но я всегда смотрю, человек боится, или это человек, который даёт пример. Вы не должны бояться продвигать лидера, такого как Махмуд, или как Евгений, или как Александр. Потому что они знают, как работает этот бизнес. У меня никаких проблем нет, если мне придётся очень скептически настроенного человека отправить коде. Потому что я знаю. Я знаю, что те, кто становится бриллиантами, у них изначально уже есть отношение к бриллиантам, они никогда не начинают зарабатывать. Поэтому каждый, кто примерно следует вот этому пути, у каждого пускай будет даже свой способ работать, но главное это работать постоянно, он уже бриллиант, уже здесь бриллиант. В США больше 200 бриллиантов. В России в один год тоже будет 200 бриллиантов. В России тоже будет 200 бриллиантов через год. И там, где вы, заранее, многие из вас, с вами бриллиантами. Но всегда нужно заплатить какую-то цену сначала. Я дам очень практичный пример. КОНЕЦ То есть этот пример вы можете говорить, приводить тем людям, которые слишком скептически настроены или ищут объяснения, какие-то отговорки. Это как раз таки ответ всем людям, которые говорят, ну, если бы у меня это было, я бы уже это домой сделал. АЛОРА ФАЙ УНЕМПИО ДЕЛА Приводите им такой пример. УНЕМПО ЛА ИДИОТА ИДИОТСКИ ПРИМЕР ПОТОМУ ЧТО КАЖДИ ИДИОТ ИДИОТО ЛОДЕВЕ КАПИРЕ ПОТОМУ ЧТО КАЖДИ ИДИОТ ДОЛЖЕН ЭТО ПОНЯТЬ СЕЛА ПРАСОНА ПЮ СТУПИДА ДЕЛ ПАЙСЕ ЛО КАПИСЩЕ И ДАЖЕ СЛАМЫЙ ГЛУПИ ЧЕЛОК В СТРАНИ ПОПОТОМУ ЧТО КАЖДОР такой БУТОН Но все просто, если ты ее забудешь, ты опять будешь говорить сами, будешь терять свою жизнь на это, свою энергию. Либо ты дашь вот этот вот ответ и убираешь всю эту ситуацию. То есть, если человек говорит, да, но если бы это было так, или если бы у меня были все эти деньги, в общем, не уходят все время какие-то ответы. Это то же самое, как если ты придешь в банк и скажешь директору, управляющему, смотрите, я делаю вам предложение. Дай мне под проценты 100 тысяч евро и в следующем году я тебе опять принесу обратно 100 тысяч евро. А, сначала дай мне проценты, а потом я тебе принесу деньги. То есть, все знают, что это предложение ни один банк не принято. Если ты принесешь деньги, то ты получишь проценты. Почему люди хотят сразу в нашем бизнесе иметь деньги до того, как они сами вложат свою работу в это? То есть, ты приходишь в банк и говоришь дай мне проценты из 10 миллионов евро, а я тебе в следующем году принесу 10 миллионов евро. Так не работает, это логично. Так не работает, это логично. То есть, мы сейчас готовимся к событию, которое будет уже скоро, это будет самое важное событие в России. Но никогда уже не будет такого маленького события, которое сегодня будет. Может быть, к следующему событию каждый из вас уже достигнет следующей квалификации. Но мы не будем брать проценты сначала, а потом возвращать деньги. Мы будем работать. А потом придет, наверное, и удача. Я знаю, что каждый решит встретить свою жизнь в Махмуд или Адель. Может быть, это и произойдет. Так случилось и со мной. Вначале у нас ничего не было. А сегодня 25 бриллиантов и самых высоких квалификаций в нашей группе находятся из компании. И вы можете быть уверены, что это сработает и для вас. И, возможно, кто-то из приглашенных, который сегодня там вечером будет, станет первым королевским амбассадором в России. Может быть, не только один из них здесь. Может быть, кто-то не знает, что они ждут в вечернем. Может быть, это даже не будет никто из бриллиантов, может быть, это будет тот, кто даже не знает, что его сегодня вечером ждет. И я желаю, чтобы это был человек в твоей линии, в твоей линии, в твоей линии. Понимаете? Мне нравится мечтать. Потому что в Органоголд можно мечтать. Увидимся в шесть часов, в пять часов. Первое слово «Адель». Спасибо.